Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала зададимся такой целью. Прочтите про оральный тип личности и про вообще становление орального типа личности. Прочтите, что это такое, оральный тип личности. И вот прочтите, да, обязательно прочтите это, что это такое, то есть что есть оральный тип личности. И, значит, прочтите, изучите, я думаю, что вы много для себя поймете. Именно вот если добросовестно, значит, подойдете к этому вопросу. Это я вам говорю специально, чтобы нам, вот знаете, здесь не растягивать вот эту всю историю, да, потому что там довольно есть много нюансов, но пока одно скажу, что ребёнок вот с помощью пальца, он получает то, что ему не додали. Он получает то, что ему он недополучил. По опыту ребёнок, как правило, значит, недополучает, ну вот если говорить именно, если говорить именно о стопе, да, то ребёнок недополучает, как правило, значит, любви, ласки, там, заботы какой-то. Вот, то есть ребёнок, грубо говоря, неспокойно, ребёнок, грубо говоря, нервируется, переживает. То есть вот только вся в этом, что есть для ребёнка, есть обусловленность того, что он делает. И сколько вы ребёнка не будете уговаривать, чтобы он этого не делал, он всё равно будет это делать, я вам даже больше скажу. Поэтому если вы, ну, будете недовольны тем, что он делает, да, а вы, как бы, уже, наверное, проявляете своё недовольство, то он научится хитрить, он будет хитрить, он будет лукавить, он будет обманывать, вот, он будет играть. И, к сожалению, могу сказать, что это потенциальный путь к алкоголизму. Опять же, вы прочтите про оральный тип, и вы, собственно, поймёте, о чём идёт преть, причём здесь вообще алкоголизм. Вот. Соответственно, здесь, я полагаю, можно сказать, в общем-то, то, что уже было сказано моим коллегой, значит, а именно, что нужно не запрещать ребёнку, а нужно именно понять, почему ребёнок это делает вообще. Вот, что за этим стоит. То есть, для начала вы можете просто попробовать отследить ситуацию, да, то есть, когда ребёнок начинает, вот, вести себя таким образом. Когда он начинает, ну, начинает это делать, да, когда он начинает создать палец. В каких обстоятельствах, да, вот, какие у него эмоции в этот момент, какие у него чувства, о чём он, какие мысли, что он говорит, ну вот, в этом случае. То есть, что говорит, о чём говорит, вот. Это тоже, ну, такой, очень важный, на самом деле, момент. То есть, если вы для себя это увидите, то сможете понять, что ребёнка стимулирует на то, чтобы сосать палец. Вот, в каких обстоятельствах он этого не делает, да, в каких обстоятельствах он этим не занимается. Это тоже такой, довольно важный момент. То есть, что за, что его заставляет не делать этого, что заставляет его не сосать палец. Тоже важно. Значит, и, соответственно, если вы отследите то, когда он перестаёт это делать или когда-нибудь не делает это, вы сможете уже давать ему, давать ему, это на постоянной основе. Пока это выглядит так, значит, что ребёнок недополучает вашего внимания, он, значит, сосёт палец, начинает сосать палец, и, значит, и, значит, когда он это делает, он получает внимание ваше, наконец. И, когда ребёнок получает ваше внимание, он понимает, понимает, что, ага, вот я, значит, свой палец начинаю сосать, и на меня начинает уделять внимание. И у ребёнка, по сути дела, закрепляется такая вот модель поведения. У ребёнка закрепляется такая модель поведения, что я буду сосать палец, и на меня будут обращать внимание. И, соответственно, это очень может быть, что это перейдёт и на более взрослую жизнь, ну, у ребёнка. Поэтому, если вы этого не хотите, если вы не желаете, чтобы у ребёнка была именно вот такая модель поведения с другими людьми, то есть, например, чтобы он с помощью алкоголя не пытался получить внимание и любовь к себе, то уже сейчас имеет смысл отслеживать все вот эти вещи, что с ним происходит, и стараться ему дать. Вообще, это не так сложно, да, на самом деле, это не так тяжело делается, как может показаться на первый взгляд. То есть, тут достаточно перестать, например, считать, что ребёнок, допустим, ничего не знает, ничего не понимает. Допустим, вот перестать считать, что ребёнок ещё маленький и что у него нет никаких чувств, вот это вот тоже можно перестать считать. Если вы перестанете это делать, вы тут автоматически начнёте в большей степени к нему прислушиваться, к ребёнку я имею в виду, и он будет для вас более таким, ну, я бы сказал, глубоким, более глубоким существом. Именно на эмоциональной основе. То есть, именно с эмоциональной точки зрения это будет более глубокое существо для вас. И вы тогда уже сможете воспринимать его всерьёз, это позволит вам понять, что за это стоит. Потому что объясняя ему, почему там, грубо говоря, этого делать нельзя, вы, ну, вы, вы не даёте ему, вы не даёте ему никакой нужной и полезной информации. Ребёнок, он, знаете, кривые зубы для него, это не актуально. Сейчас это, как бы, ну, это есть, это может быть, а может этого и не будет. Понимаете? Или если есть, ну, хорошо есть, но это же есть, это же будет сейчас. На данный момент же этого нет, правильно? Вот. И зачем об этом, как бы, переживать? Вот. А так, по крайней мере, думает ребёнок. Это такое, немного детское, наивное восприятие мира. Вот. Смотрите. Почему вы не даёте ребёнку то, что ему нужно? Это вот более такой, на самом деле, важный вопрос. Здесь всё-то такое, что вы можете иметь какие-то проблемы, например, там, грубо говоря, со своей супругой, да, допустим. Может быть, у вас какие-то есть проблемы, которые не позволяют вам, ну, давать ребёнку вот всё, что ему нужно. Если так, то отношения между вами, именно вот отношения в семье следует обязательно разобрать, потому что это напрямую влияет на ребёнка. Если, например, вы действуете запретами, то ребёнок, он воспринимает это как? Что вот он, например, за сердце палец потому, что он хочет любви, да, хочет внимания. А вы ему говорите, нет, не соси палец. Допустим. А вот на это так, что я не должен быть любим. То есть, меня не должны любить. Меня не должны, я не достойный внимания. Понимаете? Вот. А вот ребёнок, он ещё недостаточно взрослый, чтобы понимать, что я тут вот пользую вот это вот всё взрослого у него ещё нет. Как такового. А вы уже общаетесь с ним как в дружках со взрослым. Вот. И нужно понять, вы это делаете потому, что у вас нет ресурсов для того, чтобы вести себя иначе. Или вы это делаете по незнанию. Если по незнанию, то это довольно легко исправить. А вот если по причине того, что у вас нет ресурсов, то здесь ситуация, конечно, сложнее. И тогда нужно всё-таки как-то вот, знаете, стараться, постараться, точнее, постараться, значит, ну, как-то улучшить, улучшить ваши отношения. Чтобы было больше ресурсов, грубо говоря. Чтобы было больше возможностей именно для улучшения климата в, ну, в семье, например. Вот. Ну, опять же, вопрос заключается в том, хотите вы этого или нет. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы сделаете выводы из того, что я рассказал. Вот. Я предлагаю вам обратиться ко мне в личку, если у вас остались какие-то вопросы ко мне, если у вас остались какие-то непонятные какие-то моменты. Можно обращаться в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!